всем привет меня зовут вероника и сегодня для вас я подготовила вот такие вот очаровательные слитки вяжутся они совсем легко буквально за один час работы вы свяжете такие интересные слитки на такие слитки мне понадобился один моточек пряжи я использовала вот такую вот пряжу alize superlana maxi метраж данной пряжи в 100 граммах 100 метров состав идет 75 процентов акрила и 25 процентов шерсти вязала спицами я четыре с половиной миллиметра в данном видео эти слитки я буду вязать на размер ножки 37 38 но по видео вы можете их связать на любой размер ноги из любой вашей пряжи а в данных слитках идет два шва один шов по задней части слитка и второй шов спереди но швы смотрится очень аккуратно совершенно незаметно для вывязывания данной заготовки я набирала 30 одну петлю но здесь количество петель вы рассчитываете под свою плотность вязания так как ширина в данных слитках идет стандартная 20 сантиметров и получается если вам необходимо другое количество петель чтобы получить эти 20 сантиметров тогда вы набираете другое количество петель я в моем случае буду набирать 30 одну петлю слитки как вы видите таким вот узором идут раппорт данного узора высоту составляет 8 рядов но данные ряды повторяются запомните очень легко а что касается высоты данной заготовки и именно высота регулирует размер ваши ножки получается я сейчас вяжу свои слитки на размер ножки 37 38 я сбоку оставлю таблицу где для каждого размера соответствует своя длина стопы получается для 37 размера соответствует длина стопы 23 с половиной сантиметра а для 38 24 с половиной сантиметра я возьму среднее значение 24 сантиметра и получается от 24 сантиметров мы должны отнять 10 процентов на растяжение так как пряжа очень хорошо тянется и это у меня получается наша заготовочка для слитка должна получиться 21,6 сантиметра то есть таким образом вы рассчитываете для своего размера ноги сколько у вас должна получиться ваша заготовочка в сантиметрах в высоту на убавление петель я буквально отдаю 1 сантиметр если я сейчас померю как раз таки моя заготовка составляет 21,5 сантиметра вы больше ориентируетесь не на количество рапортов которые я здесь провязала а на сантиметры надеюсь что принцип вязания данных следков вам понятен берем пряжу спицы и приступаем к вязанию вместе со мной обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу тридцать одну петлю кончик мы оставляем чуть чуть побольше чтобы этим кончиком сшить задний шов следка и сразу же с первого ряда мы будем вывязывать раппорт нашего узора раппорт узора у нас будет состоять из восьми рядов высоту для того чтобы нам не путаться нам необходимо сейчас ввести в работу два маркера первый ряд первую кромочную петлю на протяжении всего вязания будем снимать не провязывая далее вяжем 1 изнаночная петля и сейчас мы с вами провяжем 6 лицевых петель после вот этих 8 провязанных петель мы вешаем 1 маркер далее вяжем все петли лицевыми не довязывая 8 также петель в конце ряда у нас до конца ряда остается 8 петель и сейчас мы повесим второй наш маркер провязываем 6 лицевых петель 1 изнаночная и кромочная на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей таким образом мы с вами распределили наши петли в первом ряду и ввели в работу 2 маркера второй ряд у нас будет идти по изнаночной стороне и 2 4 6 и 8 ряд у нас вяжется одинаково первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее у меня идет одна лицевая петля по рисунку 3 изнаночные петли 3 лицевые маркер перебрасываем между маркерами то есть до 2 маркера мы вяжем все петли лицевыми постоянно как в лицевом так и в изнаночном ряду маркер перебрасываем на правую спицу провязываем 3 лицевые 3 изнаночные 1 лицевая и кромочная петля третий ряд провязывается также как мы вязали с вами первый ряд первую кромочную петлю мы снимаем не провязывая далее 1 изнаночная 6 лицевых маркер перебрасываем на правую спицу все петли до следующего 2 маркера мы провязываем лицевыми маркер перебрасываем на правую спицу далее 6 лицевых 1 изнаночная и кромочная петля 4 ряд первую кромочную петлю мы снимаем 1 лицевая 3 изнаночные 3 лицевые маркер до следующего маркера все петли лицевыми маркер перебрасываем провязываем 3 лицевые 3 изнаночные 1 лицевая и кромочная последняя петля 5 ряд первую петлю мы снимаем далее 1 изнаночная 6 лицевых маркер перебрасываем до следующего маркера провязываем все петли лицевыми маркер перебрасываем на правую спицу провязываем 6 лицевых петель 1 изнаночная и кромочная последняя петля 6 ряд первую петлю мы снимаем провязываем 1 лицевая 3 изнаночные 3 лицевые маркер перебрасываем на правую спицу до следующего маркера провязываем все петли лицевыми маркер перебрасываем на правую спицу провязываем 3 лицевые 3 изнаночные петли 1 лицевая и последняя кромочная петля и в седьмом ряду мы с вами будем делать перекрещивание в жгутах для этого нам с вами понадобится вспомогательная спица первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее провязываю 1 изнаночная петля и следующие 3 петли я должна снять на дополнительную спицу и оставляем их перед работой следующие 3 петли мы провязываем лицевыми далее петли с дополнительной спицы провязываем так же лицевыми таким способом мы с вами сделали перекрещивание маркер перебрасываем и до следующего маркера мы провязываем все петли лицевыми маркер перебрасываем на правую спицу и следующие 3 петли я сейчас сниму на дополнительную спицу и оставлю их уже за работой далее провязываем 3 петли с основной нашей спицы далее с дополнительной спицы провязываем 3 петли которые мы откладывали за работой провязываем лицевыми и оставшиеся петли на левой спице довязываем 1 изнаночная и кромочная последняя петля провязывается изнаночная также мы с вами сделали второе перекрещивание в конце вязания таким образом у нас вяжется седьмой ряд нашего раппорта 8 ряд первую кромочную петлю я снимаю далее провязываю 1 лицевая 3 изнаночные 3 лицевые маркер перебрасываем здесь хорошо нить рабочую нашу подсягиваем и до следующего маркера провязываем все петли лицевыми далее маркер перебрасываем на правую спицу провязываем 3 лицевые петли 3 изнаночные 1 лицевая и кромочная провязывается изнаночной петлей таким образом мы с вами провязали 1 раппорт узора в высоту состоящий из 8 рядов и сделали одно с вами перекрещивание смотрите как вы поняли ряды у нас повторяются 1 3 и 5 ряд вяжутся одинаково 2 4 6 и 8 ряд также вяжутся изнаночные одинаково и только в седьмом ряду мы делаем с вами перекрещивание петель в жгутах один раппорт я провязала далее я буду провязывать самостоятельно еще полноценных 6 раппортов если в сантиметрах это у меня должно будет получиться примерно 20 с половиной сантиметров вы провязываете те сантиметры которые рассчитали для своего размера ноги и если вдруг у вас получится низ 6 раппортов а больше либо меньше здесь это не главное главное чтобы вырезались необходимые вам сантиметры встретимся когда я вывяжу полностью свои 7 раппортов высоту я провязала полноценных 7 раппортов высоту и как я рассчитала в самом начале видео для моего размера ноги это должно получиться примерно 20 с половиной сантиметров сразу будем отмерять 20 с половиной сантиметров получилось моя высота заготовки ширина 20 сантиметров и на убавление петель я оставляю один сантиметр можно раппорты наши посчитать по таким вот волнам вот 1 2 3 4 5 6 7 и сейчас мы будем с вами делать убавление петель на убавление петель я отдает 4 ряда далее у меня сейчас идет по рисунку получается первый ряд 8 раппорта первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее провязываю 1 изнаночная петля 6 лицевых маркер перебрасываю до следующего маркера мы провязываем все петли лицевыми 2 маркер перебрасываю далее 6 лицевых 1 изнаночная петля и кромочная 2 ряд первую кромочную петлю я снимаю 1 лицевая 3 изнаночные петли 3 лицевые маркер перебрасываю до следующего маркера я провязываю все петли лицевыми 2 маркер перебрасываю провязываю 3 лицевые петли 3 изнаночные 1 лицевая и кромочная третий ряд первую кромочную петлю я снимаю 1 изнаночная петля следующие 2 петли я провязываю вместе как 1 лицевая петля за нижней и правой стеночки далее 1 лицевая следующие 2 петли я также провязываю вместе но уже за верхние правые стеночки 1 лицевая маркер далее между маркерами мы смотрите каким образом будем провязывать петли изначально две петли вместе одной лицевой петлей затем просто 1 лицевая далее обратно 2 петли вместе одной лицевой просто одна лицевая и так мы чередуем 2 петли вместе одной лицевой просто одна лицевая 2 петли вместе одной лицевой 1 лицевая 2 петли вместе 1 лицевая маркер перебрасываем далее провязываем обратно 2 петли вместе 1 лицевой 1 лицевая следующие две петли мы также должны провязать 2 вместе только мы перевернем наши петли чтобы правые стеночки лежали сверху и провязываем эти две петли 2 вместе 1 лицевой за правой верхней стеночки далее 1 лицевая 1 изнаночная и кромочная и сейчас мы с вами провяжем последний четвертый ряд первую кромочную петлю я снимаю далее 1 лицевая и теперь просто далее мы провяжем по 2 петли вместе маркер мы снимаем маркер мы снимаем 2 в самом конце 1 лицевая и кромочная мы с вами убавили все петли если сейчас мы с вами померим сантиметрах как я и рассчитала моя заготовочка на данный момент получается 21 с половиной сантиметров далее мы отрезаем ниточку но отрезаем немножко побольше чтобы этой нитью получается сшить передний наш шов получается у нас с вами остается 2 нити 1 нитью мы будем один передний шов сшивается 2 нитью мы будем сшивать задний наш шов далее рабочую нить вставляем в иголку с широким ушком и сейчас мы этой нитью сначала соберем все петли а потом сошьем один шов переворачиваем нашу заготовочку и сейчас вот с этой стороны соберем все петли на иглу получается с этой стороны у нас остается рабочая нить а мы переносим на иглу все петли с противоположной стороны на иглу вот таким вот образом далее мы просто стягиваем их и у нас получилось вот таким вот образом с изнаночной стороны то шьем петли еще раз между собой убедитесь что вы здесь вот никакого отверстия у вас нет и теперь мы будем сшивать с вами вот вот этот передний шов и сшивать этот шов будем не за кромочные косичку а за вот эти вот дужки которые располагаются между кромочной косичкой и следующей изнаночной дорожкой внутренние дужки как с одной так и со второй стороны только смотрите чтобы вот этот вот наш рисунок вот эти вот наши волны совпадали как с одной так и со второй стороны получается вводим иголочку за вот эти внутренние дужки которые располагаются между кромочной дорожкой и следующий изнаночной дорожкой с одной стороны и таким же образом со второй стороны получается с одной стороны и таким же образом со второй стороны иголочку вводим снизу вверх снизу вверх ввели иголку с одной стороны за внутренние дужки и со второй стороны и таким образом вы будете сшивать далее если посмотреть на готовом слитке вот таким вот рапортом я буду один рапорт сшивать высоту 2 3 и не до конца 4 но вы можете примерять на свою ногу и смотреть как вам больше нравится чтобы слитки хорошо плотно сидели на вашей ноге примерно вот это вот отверстие должно получиться 11 сантиметров встретимся когда сошьем вот этот вот шов я сшила передний шов а таким вот образом он у меня смотрится и если померить сантиметрах как раз таки не сшитого осталось 11 сантиметров это вот это вот отверстие куда будет проходить наша ножка далее мы этот шов разровняем ниточку спрячем по изнаночной стороне и обрежем далее вдеваем во второй наш кончик и будем сшивать задней шоу именно задней шов мы чуть-чуть по-другому будем сшивать иголочку будем вводить с изнанки на лицо задушку кромочной петли вот таким вот образом с этой стороны также с изнанки на лицо получается вводим иголочку с изнанки на лицо задушку кромочной петли и соединяем со второй стороны с изнанки на лицо противоположную сторону с изнанки на лицо вводим иголочку именно задушки кромочных петель и вот таким вот образом мы сшиваем данный шов тоже смотрите чтобы шов сшивался у вас равномерно далее ошивайте самостоятельно полностью весь этот шов вот такой вот ровный и аккуратный шовчик у нас с вами получается после того как мы сшили полностью весь шов мы его разровняем чтобы ничего не стягивало наш следов далее иголочку выводим на изнаночную сторону закрепим ее по изнанке и обрезаем после того как мы с вами сшили все швы спрятали все кончики вот такой вот красивый интересный результат у нас с вами получился если вам понравился данный мастер-класс поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр всем пока пока